Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси, вы смотрите рубрику Бешеный Алейн. Начнем мы вот с такого вот момента, где игрок на КВ-4 немножечко подпер Е-75, после чего союзник получил урон. Сам игрок в реплее написал, что он вообще не виноват, но все-таки это послужило, так скажем, определенным доводом для того, чтобы начать конфликт. И Е-75 стреляет по КВ-4. Конечно я не утверждаю, что Е-75 не виноват, одно дело там случайно задеть кого-то, а другое дело, если ты преднамеренно несколько раз стреляешь по своему союзнику. Поэтому я считаю, что Е-75 в данной ситуации гораздо больше виноват, чем КВ-4. Но в любом случае нужно поосторожнее ездить, там стараться не подпирать союзников, даже если это сделано, скажем так, случайно, то все равно это может привести к определенным последствиям и проблемам. В начале боя ИС-7 предлагает уничтожить артиллерию. При этом сам он вроде как никого не забирает, уничтожает арту во вражеской команде Батчат и через некоторое время СТ-1. То есть он так, наверное, просто подначивал, но сам ничего не делал. Хотя я точно не знаю, потому как не видно, что там во вражеской команде творилось. И, казалось бы, на этом инцидент исчерпан, но удивительно, на зеленая команда решает поступить так же. Повелись они на эти подначивания, противники писали там «Ваш ход, давайте теперь вы». И в итоге АМХ-50-120 разворачивается и уничтожает артиллерию Лары. Кроме того, еще один союзник также повелся. Это АМХ-50Б в квадрате А-2. Он уничтожает артиллерию 212А. После чего некоторые союзники начинают агриться на этих голубых и стрелять по ним. Сначала пытаются разобрать АМХ-50Б. Союзники стреляют по нему. Ну, в первую очередь это игрок с ником Волк-790 на объекте 268. Ну, и также арта М-53 тоже пытается попасть по-голубому. Ну, и в итоге все-таки объект уничтожает француза. И на этом все заканчивается. Стоило ли оно того, пишите в комментарии. Игрок на АФВ-215Б начинает в начале боя стрелять по своему союзнику на Т-62. Видимо, ему что-то и не понравилось в действиях союзника. Ну, или не знаю, у него было плохое настроение. В любом случае, такое поведение недопустимо. И при этом стоит отметить, что этот игрок из довольно известного клана. Наверняка у него там и стата хорошая. Но вот так вот он поступает. Стреляет в корму своим союзникам. Ну, и Т-62 решил не игнорировать этот момент. Он стреляет по этому британцу два раза. После чего тот разворачивается и снова начинает стрелять по 62-ке. Ну, что я могу сказать. Если у кого-то нервы на пределе, то, может быть, стоит там прекратить играть на время хотя бы. И не устраивать такую вот фигню. В итоге, конечно, произошел слив. Взвод из японских тяжелых танков, состоящий из Ухо, а также из Они, в начале боя начинают расстреливать свою артиллерию. Целенаправленно, без каких-либо причин. Хотя, погодите-ка, конечно, причина есть. Наверное, им не раз прилетало от арты. Поэтому они решили таким образом ей отомстить. На самом деле, у нас в игре уже давно присутствует такая артофобия. Арту ненавидят, арту уничтожают. Договариваются там об уничтожении арты в начале боя. Но я, конечно, тоже арту ненавидят, но таким образом проблема не решается. Хотя, это показатель, скажем так, того, насколько народ у нас не любит арту. Но проблему эта не решает то, что они ее уничтожают. Ее нужно нерфить, там, переделывать. И тогда, может быть, это поможет. А вот игрок на артиллерии М53, М55 в начале боя уничтожает своего союзника на ПТ-САУ. Ваффентрагер Борсик. Без какой-либо причины, просто ехал мимо и решил, почему бы не убить своего союзника на ПТ-САУ. И со взводной Борща, начиная мстить, стреляет по этой артиллерии. И в итоге ее уничтожает. Ну, так как явно он был недоволен тем, как поступили с его союзником. А вот довольно интересный случай. Т-62 стоит там, снайперит противников. И его союзник на Е3 пишет, типа, ехай, свети, или я тебя убью. Ну, и в итоге происходит так, что Е3 подкрадывается сзади и взрывает БК-62-ки. И на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте присылать свои реплеи в рубрику по ссылочке в описании. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok